Всем большой привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас уже понедельник, вечер, мы остались в городе, да, по заднему фону видно, что мы не на даче. По таким домашним, бытовым обстоятельствам и по работе нам пришлось остаться на несколько дней в городе. Ну и знаете, погода у нас испортилась, дожди зарядили, и по прогнозу целая неделя будет прям дождливая. Да, смысла нет сидеть на даче, поэтому мы решили приехать в город, решить свои скопившиеся дела. Мой отпуск немножко откладывается на потом. Но знаете, я даже немножко рада, что отпуск будет попозже, потому что такая погода сыро, мокро, грязно, холодно даже. Особенно по утрам так очень даже холодно. Хочется, чтобы отпуск был на такие теплые времена, да, теплые дни. Вот, поэтому отпуск у меня будет где-то в середине августа, я надеюсь, если все будет хорошо. Но я хотела вам, конечно, много чего заснять, много чего показать. Прошли выходные, мы посетили выходные детям, сводили их в развлекательный центр, в KFC, ездили в соседний город. Я немножко вставлю здесь видео, как мы провели нашу субботу. Да, в субботу был ровно год моему каналу. Я обещала вам провести прямой эфир. Обязательно он будет, но чуть-чуть попозже, потому что сейчас вообще нет времени, ни минуты свободного времени. Буду, конечно, стараться надолго не исчезать с YouTube хотя бы на этой неделе. Но я очень-очень надеюсь, что все пройдет, как и я задумала. Потому что лишний раз я утверждаюсь, что заранее не надо ничего планировать. Потому что я если распланирую себе ближайшую неделю, да, то по-любому что-то пойдет не по плану, что-то случится или, в общем, какой-то форс-мажор будет. Поэтому все мои люди, у всех у нас есть проблемы, поэтому немножечко сейчас решим и войдем в прежнее русло дачных влогов, домашних влогов. Надолго пропадать не буду. Я хочу самое главное сказать огромное спасибо моим подписчикам, тем, которые пришли на мой канал, остались здесь со мной. Кто смотрит мои видео, лайкает, комментирует, даже просто смотрите. И если вы до сих пор со мной, значит, вам нравится, а мне вдвойне приятно, что вы заинтересовались моим каналом. В общем, я начинаю дачный влог, вставлю вам кадры из выходных и дальше посмотрите, как проводила время я в городе, а не на даче. Потому что уже дачные влоги, наверное, многих утомили. Поэтому для разнообразия вставим вам немножко городских видео. Для начала покажу вам немножко кадров нашего субботнего дня. Здесь мы собрали детей. Моя сестра младшая у нас гостит, ей 13 лет. И мы решили их свозить в развлекательный центр в соседний город от нашей дачи. Самый ближайший город возле нашей дачи это Бобруйск. Мы часто сюда ездим и на рынок, и просто по магазинам. И здесь куча развлекательных центров. Жаль, но в нашем городе развлекательных центров нет вообще. От слова совсем. Поэтому приезжаем либо в Минск, либо в Бобруйск развлекать наших деток и побаловать их вкусняшками. Ну и хотелось для сестры тоже устроить такой небольшой праздник, чтобы поездка к нам в гости ей запомнилась надолго. Здесь показываю кадры в развлекательном центре. Они почти все время провели в этом бассейне с шариками. Действительно, очень такое занимательное место для детей. Это фотографии в KFC. Ждем наши вкусняшки, бургеры, картошку фри и, конечно же, Кока-Колу. Ну и продолжается подготовка к школе. Заказала Милане две рубашки. Одна вот такая белая. Классика. Просто без всяких рисунков, без всяких надписей. Просто беленькая. Размер 42. Состав здесь хлопок. 42 размер, 158, рост 164. Вот как раз на Милану. Очень хорошо смотрится. Ну, классика, она всегда хорошо смотрится. И вторая рубашечка такая голубая. Тоже неплохая. Состав тоже хороший. Здесь хлопок, по-моему, не помню сколько процентов. Сейчас я попробую найти состав. Так, состав 100% хлопок. Вот, рост 158. Такая вот рубашечка. Фирма такую уже покупала не раз. Мне нравится. Интересно, такая вот самоткань приятная к телу. И вот здесь вот завязывается такой синий бантик. Я думаю, вот у нас в школе синие жилетки вошли в форму. И я думаю, будет красиво в сочетании с темной жилеткой. Сейчас еще поеду, заберу. Я думала, на завтра придет. Но уже пришла жилетка. Еще одну, третью жилетку заказала. Поэтому надо будет забрать. Но она такая более как вязаная идет, тоненькая. Немножко такая облегающая. Эти две жилетки, которые я в предыдущих влогах показывала, они более идут такие свободные, как оверсайз. А третью я заказала немножко приталенную. Здесь заказала еще Милане трусики, но немножко с размером не угадала. В общем, так-то они вот написано, что 12-13 лет. Но знаете, нет. Несмотря даже на то, что моя Милана такая худенькая девочка, то эти трусики ей маловато. Так что буду возвращать. Я, правда, не знаю, это нижнее белье, можно ли его возвращать или нет. Съезжу, посмотрю. Все равно жилетку забирать. И сейчас еще вам покажу. Вы, наверное, в коротком видео видели. Я заказала себе очки. Вот в таком чехле пришли. Сейчас я попробую открыть одной рукой. И отдельно к очкам я заказала такую цепочку. Вы знаете, оказалась очень даже удобная вещь. Вот такие вот очки. Сейчас я их одену, покажу, как они на мне выглядят еще раз. И вот эти вот цепочки, которые... Вот они. Решила попробовать. Я никогда не носила такое с очками. Вот решила попробовать. И мне очень понравилось. Очень удобно. Вот так это выглядит. То есть очки. Зацепливается вот такая штучка. И это как украшение смотрится. Можно выбрать и под серебро, и под золото, и всякие разные камушки, цветные. В общем, на любой вкус. Я решила взять самые простые. Стоили, ну, какие-то сущие копейки. Просто вот попробовать. Понравится мне, не понравится. Не будет ли это мешаться. Но, честно говоря, мне очень нравится. А еще это безумно удобно. Например, когда вы приходите в магазин или какое-то любое здание, и вам нужно снять очки, постоянно их ложить в чехол. Это не очень удобно. А в сумочку по-любому что-то поцарапаете, либо поломаете. У меня, например, не одни уже очки так сломались. А так я просто вот складываю, и они мне вот так вот висят. Пока я там занимаюсь своими делами, вот они у меня вот так вот висят. А потом беру, опять одеваю. И за счет этого не пачкается стекло. Но абсолютно не мешаются, не надо искать их потом, где этот чехол или сумочка. У меня, например, сумочка небольшая, и если я еще этот чехол покладу в него, то мало места будет. Поэтому, помимо того, что это очень красиво смотрится, это еще очень удобно. Так что я прям рекомендую вам в покупке. Это абсолютно не реклама, сразу говорю. Это я купила за свои деньги. Просто действительно раньше я не обращала внимания вообще на такой аксессуар для очков. Ну, там видела пару раз. Ну, так думала, это какое-то такое баловство, да. А вот когда действительно попробовала поносить, и это очень удобно, да. И красиво, и удобно, стильно, я думаю. Поэтому вечером посмотрю на Валберис, может быть, закажу себе какую-нибудь другую. Может, что-нибудь посолиднее, посимпатичнее. Ну, в принципе, это тоже неплохая. Ну, это такое под золото сделано. Но мне кажется, все равно это со временем почернеет. Ну, сколько того времени, того лета, да. Поэтому хватит мне на этот сезон, а на следующий можно и другое купить. Забежала на Валберис, забрала еще один заказ. Уже успела оформить новый. Заказала еще две такие водолазки Милане в школу простые. Одну беленькую, а вторую голубую. Ну, и забрала вот такую вот жилетку. Она такая тонкая, такой вязкой. Не знаю, как вот так фокусируется. Тут в шкафу немножко с вещами нацепляла себе что-то. Ну, вот приятная такая вязка. Ой, что-то нацеплялось. Вот. Написано, что рост на 170, но на самом деле как бы поменьше будет размером. Вот такая вот красивая здесь рукавчик идет. Вот такой вот кружевной, можно сказать. И здесь шея тоже красивая. Такая тоже темно-синяя. Все, наверное, с жилетками достаточно. Три штуки заказала. Ну, и еще покажу немножко обновок, покупок. Это в нашу будущую квартиру. Надеюсь, она скоро будет. Но я все равно немножко подкупаюсь. Я, конечно, хотела заказывать сковородки определенной фирмы, чтобы набор был. Я покупала недавно кастрюли из набора. Но пока с средствами немножко напряжно. Все-таки будет такая покупка. Ну, в любом случае, рано или поздно я все равно набор свой соберу. Ну, а пока на первое время я решила тоже обновить себе сковородку. Это я покупала в магазине Светофор. Не раз уже брала. У меня и на даче такие. Очень даже неплохие за свою цену. Ничего здесь не пригорает. Мне нравится. В общем, неплохая такая сковородка. Здесь она для всех плит, кроме индукции. Можно мыть в посудомоечной машине. В общем, классная такая сковородка. Взяла вот такой вот диаметр. Сколько у нее? Сейчас скажу. Сковорода 24 сантиметра со стеклянной крышкой. Вот такая вот крышечка внутри. И вторая сковородка это блинница. У меня блинница уже пришла в негодность. Начала выгибаться. Ну, я думаю, это проблема, наверное, всех таких вот бюджетных блинниц. Тоже здесь, наверное, будет 24 сантиметра, я думаю. А нет, 22 здесь. Вот такая вот блинница. Тоже такая красненькая в набор. И еще забежала в Светофор. Покупала, я уже не буду показывать там для дома, губки, тряпочки. И всякое такое расходники для быта. И решила себе вот такую вот терку взять. Взяла новую терку и взяла два салатника. Это тоже фикс прайс, как ни странно. Очень классные салатники. Стекло такое толстое. Оно снаружи получается такое гладкое, а внутри немножко так фактурное такое вот выпуклости. Такие вот здесь у нас сейчас почитаем. Почитаем, что у нас тут написано. Состав стекло. Россия. В принципе, больше особо ничего такого и не написано. Взяла две. Вот такие вот. Одна и вторая. В принципе, у меня салатников много, но у меня есть еще и дача, поэтому и туда надо, и сюда. Вот такие вот небольшие обновочки, покупочки. Да, сегодня уже четверг. Завтра мы едем на дачу после работы. Но, наверное, сразу поедем, нам нужно завести мою сестру домой. Мы поедем в Могилев. Да, поедем, завезем ее домой, съездим в гости и заедем, наверное, к моим родителям. Ну, как, к ним на дачу. Я уже, наверное, говорила много раз. Мой родительский дом, где я выросла. Сейчас мои родители там не живут постоянно, а приезжают как на дачу. Поэтому будем тоже заезжать туда. Раз уже по пути едем, надо заехать. Ну, а я буду, наверное, на этом заканчивать свой влог. Что смогла, то сняла. Вы уже, извините, что не настолько насыщенный получился, как могу. Просто сейчас действительно абсолютно нет времени. Немножко занято делами. Поэтому, как получилось, так получилось. Я надеюсь, скоро будут влоги насыщенней, интересней. Поэтому продолжайте оставаться на моем канале. Комментируйте видео, ставьте лайки. Мне очень приятно. И вы таким способом поддерживаете мой канал, продвигаете его, чтобы его видели еще другие люди. Возможно, им тоже понравится мой контент, и они останутся. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.